Друзья мои, всем привет! Мы продолжаем серию наших вкусных программ, где мы знакомим вас с тем, как приготовить вкусный, полезный, а самое главное, здоровый завтрак. Я, Назима Кдельбек, с огромным удовольствием хочу вас всех поприветствовать и напомнить, что сегодня по традиции мы собрались в этом замечательном, в этом уютном месте медиа-кафе. Я сегодня на нашей импровизированной кухне не одна. Рядом со мной тренинг-менеджер компании Цептер Олег и приглашенный повар Шингис. Доброе утро! Доброе утро! Ну и давайте традиционно расскажем нашим зрителям, какие блюда мы сегодня будем готовить на продукции компании Цептер. Ну и что мы за продукцию будем использовать? Шингис, ну давайте, во-первых, что мы будем готовить сегодня? Мы будем готовить сегодня завтрак шахшука. Шахшука это яичница? Да, это яичница. По-простому. Вот ингредиенты. Яйца, помидоры, я вижу, лук, светофор перец, лук, оливковое масло и специи. Но хотя я вам хочу сказать по секрету, что если мы будем готовить в продукции компании Цептер, нам по сути никакие дополнительные пищевые добавки не нужны, потому что мы сохраним все полезные вкусовые качества каждого продукта. Так, ну начнем мы, наверное, традиционно, да, с первого блюда. Олег, ну а вы расскажите, что за продукцию мы будем использовать сегодня? Ну, традиционно мы, конечно же, для шахшуки используем вот эту замечательную посуду объемом 2,5 литра, которая, я думаю, что очень хорошо подчеркнет нашу с вами яичницу сегодня. И, конечно же, мы сегодня будем использовать ArtMix. Я уже опережаю события, говорю о том, что ArtMix Pro это новая наша разработка компании Цептер. Цептер также, как и весь прогресс, не стоит на месте. И поэтому мы, безусловно, сегодня представляем вам новую нашу систему ArtMix Pro, которая приготовит нам замечательный суп чечевичный с сырной. Да, но я хочу объяснить, что сегодня у нас здесь на столе вы видите две посуды, да, ArtMix Pro можно и холодная для холодной готовки и для горячей готовки. И сегодня мы какую будем посуду использовать? Сегодня мы будем использовать чашку для горячего приготовления, хотя у нас есть вот дополнительная чашка к ней. Это вот такая великолепная чаша для холодного приготовления. Ну что ж, Нгус, вы готовы? Тогда вся надежда на вас. Давайте прямо сейчас у нас первое блюдо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем это деловой завтрак, где мы делимся полезными, вкусными, а самое главное здоровыми рецептами, которые готовим в продукции компании Цептер. Ну и переходим плавненько к нашему второму блюду, которым сегодня я буду угощать моих дорогих и любимых мною гостей. Кто это будет, узнаете уже совсем скоро. Пока же, Нгус расскажет нам, какие ингредиенты нам понадобятся для супа. Сегодня мы будем супом на завтрак удивлять наших гостей. У нас сегодня суп чечевичный сырный. Ингредиенты входят в картофель, морковка, помидоры, лук репчатый и болгарский перец. У нас чечевица также и специи оливковое масло, плавленый сыр и томаты. Ну, а я хочу отметить, и Олег не даст мне соврать, что сегодня мы будем использовать блендер ArtMix Pro. Это, кстати, новый блендер ArtMix Pro, который сегодня мы вам хотим представить и доказать на деле, что в нем можно приготовить суп без использования кастрюли, я не знаю, какой-то глубокой посуды. Все приготовит наш замечательный чудо-помощник ArtMix Pro. Да, Назам, вы как всегда не ошибаетесь и очень замечательно представляете наш товар. Действительно, ArtMix Pro это уникальная вещь, которая действительно дает возможность нам готовить с вами любые блюда. Даже с сегодняшней заготовки, потому что у нас сегодня осень, и мы можем в нем замечательную икру, например, кабачковую, баклажановую, сделать все очень быстро, мгновенно и, самое главное, полезно. Да, сохраняют, кстати, все полезные свойства любой продукт, который мы добавим в наш замечательный суп. Ну все, пришел момент, когда нужно все ингредиенты закладывать в ArtMix наш. Очень простым движением открывается наш ArtMix. И сначала мы укладываем те ингредиенты, которые готовятся дольше. В частности, это морковь. Так, давайте морковь. Затем идет картофель. Картофель. На нее мы кладем уже помытую нами чечевицу. Обратите внимание, уважаемые дамы и господа, что данный ArtMix готовят по методу посуды Цептор. То есть мы сохраняем максимальное количество витаминов и минеральных солей. Почему? Потому что здесь продукт не варится. Он именно тушится в процессе приготовления. Мы это сегодня с вами увидим. Ну и мы сейчас зальем туда воды и поставим наш ArtMix на программу «Здоровая варка». Круто. Смелее. Вот приблизительно столько воды нам будет достаточно. Остальные продукты мы положим уже потом. Хорошо. Ну давайте я. Я хоть помогу чем-то. Ну и теперь нужно выставить программу. Да, Олег? Да. Осталось лишь только выставить программу. Так. Нажимаем на функции. Потом кастрюля. Кастрюля. Потом понижаем время до 40 минут. И старт. Старт. Все. Ну все, мы установили программу. Можем забыть про наш ArtMix Pro. Ну и прямо сейчас вместе с Олегом и Шингысом мы приступим к приготовлению нашего третьего блюда, нашего десерта. Поэтому не пропустите, будет очень интересно. Ну и пока наш замечательный мой чудо-помощник ArtMix Pro занимается своим делом. Кстати, он сначала варит, а потом тушит. Мы с Шингысом и с Олегом прямо сейчас покажем вам секрет приготовления нашего десерта. А что это будет, Шингыс нам расскажет. Парфе твороженый будет. Так, ну мы будем использовать для его приготовления еще один чудо-помощник. Это Микси, да? Да, Назыма, это действительно Микси. Но Миксером вы уже знакомы, конечно, Шингыс с ним только познакомится. Но я думаю, что он его оценит, потому что Миксер дает возможность нам готовить различные десерты, различные варенья, великолепные смузи и, конечно же, может приготовить коктейли. А сейчас мы при помощи него, это погружной миксер, мы сделаем наше замечательное творожное парфе. Шингыс передаю вам в руки этот замечательный прибор. Да, но он, кстати, очень легок в использовании, очень быстрый, очень ловкий, очень шустрый. Поэтому, милые дамы, ну и, конечно же, их кавалеры, приглядитесь к продукции компании Цептер. Это будет отличным дополнением к вашей уютной и замечательной кухне. Ну, а мы приступаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и пока мы готовили наш замечательный вкусный десерт, подошло время добавить оставшиеся ингредиенты в наш вкусный и ароматный суп. Кстати, который мы готовим в нашем замечательном блендере ArtMix Pro, который сохраняет все полезные свойства наших продуктов, которые мы сюда будем добавлять. Ну и, знаете, есть еще одна особенность у ArtMix Pro. Это... Олег? Ревизионное окно. Вот, точно. Оно. Вот мы просто открыли крышечку, и даже не мешаем процессу готовки, ArtMix продолжает свое дело, а мы добавляем оставшиеся ингредиенты. Так, добавляем, так, помидоры. Вот все видите, очень аккуратно. Заметьте, Назамы, мы все это уже делаем буквально за считанные минуты до конца приготовим. Таким образом, в продукте мы еще больше сохраним витаминов и минеральных солей. Так, дальше у нас идет лук. Да, лук. И перец. Перец. Сладкий болгарский перец. Красный болгарский сладкий перец. Что у нас еще осталось? У нас остались колбаски, да? Ну, колбаски. Или сосиски. Ну, это на ваш вкус уже, сами, что любите. Обратите внимание на Заму, у нас уже процесс, в процессе нашей чашки ничего не кипит, а именно идет процесс тушения. Тушение. Что позволяет нам сохранять с вами важные витамины. Круто. Я же говорю, продукция компании Цептер, это чудеса чудесные. Все, теперь. Осталось добавить лишь только сыр. Сыр. Плавленый сыр. Плавленый сыр. Аккуратно положите. Так. Угу. Добавили сыр. И? Сливки. Сливки. Закрываем крышечку. Все, да? Все. Закрываем крышечку. И наш ArtMix Pro продолжает готовить. Ну, а я хочу напомнить, что это деловой завтрак, где мы готовим вкусные, полезные и, самое главное, здоровые завтраки, которыми вы можете радовать ваших близкие, которыми вы можете радовать ваших близких и родных, не теряя на эту кучу времени. Ну, и пока наш ArtMix Pro доделывает свое дело, доваривает нам вкусный суп. Я хочу сказать спасибо за сегодня помощь в нашем уютном медиа-кафе, приглашенного повара Шингуса за то, что он помог нам приготовить эти вкусные и полезные завтраки. Ну, и, конечно же, сказать спасибо большое вам, Олег, за то, что вы познакомили наших зрителей с продукцией компании Цептер. Ну, а я спешу, прямо-таки тороплюсь, потому что ко мне уже пришли мои уважаемые, мои любимые гости. Поэтому увидимся буквально через несколько секунд уже в нашей уютной гостиной. Ну, а мы продолжаем этот деловой завтрак. И прямо сейчас я с огромным удовольствием хочу представить дорогих моему сердцу, моей душе гостей. Я безумно рада сегодня приветствовать здесь в медиа-кафе моего друга, мотиватора, генерального директора World Class. Это Валихан Тэн, спортсмен, в общем, очень популярный человек в Алматы и в Казахстане. Валихан, привет! Всего привет! Спасибо большое! Мне аж мурашки побежали. Да, ну вот круто! Ну, и, конечно же, я хочу представить очаровательную, прекрасную, замечательную девушку. Это Нурдана Кульбаева. Это профессиональный, квалифицированный коуч. Нурдана, привет! Привет! Рада тебя видеть. Я на самом деле безумно рада вас видеть, потому что тема нашего сегодняшнего эфира. Я безумно хотела поговорить с вами про мотивацию, про то, как вот в непростое на данный момент время все-таки сохранять, так скажем, лицо, сохранять ощущение и чувство счастья и радости. Потому что все те, кто сейчас на нас смотрит, каждого коснулась, да, вот эта ситуация, когда ты вроде бы остановился и не знаешь, куда двигаться, и вроде бы и хочешь идти, а у тебя здесь куча запретов стоит. Не только физический, да, физический запрет стоят, но и запреты в голове. Ну вот, Валихан, ты как спортсмен, у тебя такая физика. Нурдана, ты коуч, у тебя более такое эмоциональное, да. Вот я хочу как бы послушать вас обоих. Что вами движет, какая мотивация. Ну и, конечно же, я приглашаю вас попробовать завтрак, который я вместе с приглашенным поваром Шенгысом и тренинг-менеджером компании Цептер Олегом готовили с огромным удовольствием для вас. Приятного аппетита! Выглядит очень аппетитно. Да, тогда давайте будем пробовать. Да, будем пробовать, но я бы вот еще хотел сказать, ты говоришь, сохранить лицо и ментальный настрой, а я бы еще добавил, сохранить еще и фигуру, как минимум сохранить, а как максимум улучшить. Потому что вот, например, для большинства людей, для моих близких, знакомых, вот эти локдауны, два карантина, два локдауна в Казахстане было, и некоторые из них улучшили свои кондиции. И вот они не только ментально выросли, ну сейчас, наверное, мы тоже об этом поговорим, но большинство людей использовало карантин и закрытие практически всего, что есть у нас, да, наоборот, на благо. Они выросли и ментально, плюс ко всему и физически. Очень многие стали заниматься физкультурой, двигательной активностью, стали правильно питаться. Почему? Потому что, к сожалению, пандемия, это вот как петух, да, уклюнул в самый тяжелый момент, пандемия обострила как раз необходимость укреплять свое здоровье, и вот я думаю, что... И ментально здоровье тоже. И ментально, да, я вот ментально стал сразу по-другому себя ощущать, я сразу в первые дни карантина сказал, не вздумай вообще паниковать, не вздумай опускать руки, я сейчас не про свои физические кондиции, там, про тренировки, а вот именно про ментальности, да, я начал сразу там заниматься какими-то вещами, до которых руки не дотягивались, казалось бы, ой, и потом, потом... Некогда. Да, книга, какие-то методички, думаю, ну это все потом будет. Сразу первым делом я себе занял. Ну ты видел, да, я вот прям постоянно в каких-то там вот этих вот творческих путях был. Суть вот какова была, я вот тоже, да, была, и все мы ринулись в Инстаграм, все мы ринулись читать информационные какие-то новостные ленты, да, потому что мы хотели быть в потоке, хотели и ждали, что же будет впереди, да. И вот я что подумала, что люди начали заниматься спортом, потому что это был, знаешь, один из разновидностей того, что запретный плод. То есть как бы людям вроде бы ты бегал, суетился, занимался какими-то своими делами, а про спорт, как думала, в самую последнюю очередь, но про спорт как физический, так и все-таки умственный. Достаточному принципу все было, да, абсолютно. Почему это происходило, Нурдавна? Знаешь, я хочу просто рассказать свои первые впечатления, когда еще был карантин, но не было такого жесткого. Я обычно на Медео езжу в 6-7 утра. Обычно, когда я приезжаю на Медео в это время, там вот, значит, тишина, тишь да гладь, да благодать, да. Высокие вибрации, я поднимаюсь, практически в полном одиночестве. И что происходит, когда был карантин? Я приехала в 7 утра на парковку, и я просто обалдела. А там трафик уже. Там просто, ну вот, а когда я поднялась наверх, там как на бульваре. Люди, собаки фотографируются, музыка. Я думаю, что происходит, что происходит? Я и порадовалась, и с другой стороны немножко огорчилась, что люди, да, они вышли на природу, но привычки старые остались. То есть они вот этот шум, эту суету снизу, они подняли ее наверх. Для чего человек ходит, да, в горы? Для уединения, для спокойствия, для того, чтобы выровнять и создать ту самую соединенность души, тела и разума. Вот этой соединенности, к сожалению, не происходит. Вот для чего, собственно, и карантин был, для чего вообще этот вирус нагрянул, нежданно, негаданно, да? Чтобы чуть-чуть произошла переоценка какая-то. Не у всех она происходит. Вот как ни печально это сообщать, не у всех происходит. Люди действуют по старым шаблонам, по привычным схемам поведения. Стратегии поведения не меняются у людей. Но я думаю, что рано или поздно это же поменяется, потому что в Алихан, вот про спорт, например. Я бы, знаешь, хотел бы вот в продолжении. Нурдан абсолютно права, но я просто думаю, что у каждого человека переоценка, она приходит по-разному. Ну, грубо говоря, до кого-то еще не доперло. Да, вот есть люди, которые сразу осознанно поняли, что мир поменялся, и мы теперь жить будем с другими какими-то вещами, по другим правилам природы, и это сразу произошло. Я вот это сразу дочухал, хотя я бодибилдер, да бодибилдеры должно доходить попозже. Да, есть большинство людей, я абсолютно с тобой согласен, до которых не дошло, но дойдется времени. Я думаю, что нужно еще какое-то промежуток времени, может быть, месяца три, и у нас казахстанцы станут осознанными. Знаешь, почему я тебе скажу? Потому что вот если мы смотрим информационный портал, да, вот когда наше знамятое розовое озеро там они испортили, потом, что на как жаля все это было, общественность стал реагировать. Раньше бы это было бы вот так вот, между делом, да, а сейчас острая реакция общественности как раз и говорит о том, что до людей все-таки это доходит. Просто нам нужно кричать об этом, нужно, чтобы до каждого-каждого это все рано или поздно бы дошло, и ментально бы люди начали меняться. Мы начнем ментально меняться, у нас появится эмпатия, и человечество будет по-другому. Я думаю, что вот как раз один-единственный плюс пандемии заключается в том, чтобы у человека появилась человечность. Ну, а подошло время, давайте мы все-таки позавтракаем немножко. Я видел, как Шингис готовит, поэтому очень крутой повар. Да, и очень вкусно, очень вкусно. А если еще и Назима еще приложил к этому руку, к этому творчеству, то все прекрасно. Ну, а мы продолжаем. Это деловой завтрак у меня в гостях. Валихан Тен и Нурдана Кулебаева. Валихана представлять, я думаю, много не надо, потому что его знает весь Казахстан, потому что это самый мотивируемый, мотивирующий спортсмен нашей страны. Поэтому Валихан всегда за все физические нагрузки, за все физические активности. В общем, где Валихан, там всегда праздник. Но сегодня он почему-то скромничает. Видимо, формат нашей программы не позволяет. Нет, я всегда не скромный, когда сидят мальчишки, спортсмены. А сегодня две красивые девушки, поэтому я молчу. Зря. Пытаюсь показаться голодным. Хорошо. Ну и, конечно же, это Нурдана, замечательный профессиональный коуч, который помогает разобраться с нам, с собой, со своим внутренним ребенком, со своим внутренним... И взрослым. И взрослым, да, в общем... У кого-то демоны, понимаешь? Я вот, видишь, сижу и справляюсь с ним. Хотя хорошо получается. Да, я стараюсь, прям сдерживаюсь. Я вот вам хочу сказать, что у нас с вами на столе уже второе блюдо. Это чечевично-сырный суп, поэтому еще раз вам приятного аппетита. Мы готовили в продукции компании Цептер и с сохранением всех полезных свойств и качеств продуктов, из которых мы приготовили данный суп. Осенние краски, прям, и очень сейчас витаминизировано. Это очень своевременно, красиво и в честь погоды нашей сегодняшней. Предлагаю вам попробовать. На самом деле, очень вкусно. Ну и пока вы пробуете этот замечательный суп, хочу рассказать вам про очиститель воздуха Терапии Air Ion. Я, кстати, занялась в рекламе данного продукта, поэтому могу с уверенностью сказать, что сейчас мы вместе с вами дышим чистым воздухом, который Терапии Air Ion очистил от вирусов и бактерий. Потому что ж я такая бодрая, веселая. Да, да, зарядились энергией. А я, наоборот, видишь, сам умиротворен. Ты меня все время видишь, я такой взбалмошенный, а сегодня я прям сижу и воздухом чистым подышал, оказывается. Вот, понимаешь, все помещение очищено от всяких бактерий и вирусов. Ну, раз уж мы сегодня с вами такие замотивированные собрались, расскажите, что для вас является мотивацией, ну и, конечно же, давайте поделимся с нашими зрителями, потому что каждому, хоть даже это и скрывает некоторые, да, нужна мотивация. Ну вот, я начну первое, наверное, да, потому что для меня действительно вот такой период жизни, когда я там перешел, да, за 40-летний рубеж, хоть ты все время... Любит он всегда. Нет, ты все время меня подкалываешь, что я об этом говорю. А я на самом деле почему об этом часто говорю? Потому что я сам себя пытаюсь как бы дофаминами зарядить, да, дофаминами, это гормонное счастье, гормонная мотивация. Потому что я хочу и в последовании, когда мне станет уже 50 лет, да, то есть я хочу быть таким же дееспособным, я хочу быть нужным для общества. И вот когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен, не близким, не тебе, да, вот, а вот вообще практически всем, да, и тогда вот действительно понимаешь, что нужно себя сохранить. И нужно сохранить себя не просто вот ты есть и есть, а нужно сохранить тебя с максимальными высокими качествами, с максимальным КПД, которые ты приносишь. И для меня вот это основной, наверное, источник мотивации, потому что я хочу творить, я хочу делать, я хочу, чтобы я выходил на улицу и понимал, что что-то происходит, что-то кружится, приятное... И выловил восхищенный взгляд. Не-не-не, что-то кружится, что-то происходит, какие-то спортивные вещи идут, и я при этом в теме. Не, ну на самом деле Валихан скромничает, потому что, вот я же не зря сказала, вот буквально несколько минут назад, потому что где он, там всегда праздник. Это человек-мотиватор, человек-достигатор, то есть человек, за которым хочется следовать. То есть он на самом деле так тебя втягивает в этот спорт, хотя он и сказал, что он целый год, да, там, пытался, чтобы я пошла в зал и все остальное. Но вот, знаешь, вода камень точит. И вот потихонечку-потихонечку я смотрела, вот он говорит, мне чуть-чуть за 40. Ну где же это парень, которому лет 25? И, конечно, когда ты смотришь на такой пример, тебе тоже хочется выглядеть моложе, стройнее, здоровее. И вот человек, Валихан, человек, за которым хочется следовать. Но это, я говорю, это не потому, что вот он мой друг. Не потому, что мы друг друга любим. А вот на самом деле просто я вижу, сколько репостов делает Валихан, сколько людей отмечают его там в своих сториз, да, в Инстаграм. И на самом деле человек, который помогает достигать определенных целей. Я уже красный сижу, прям аж прям. Потому что, ну, я не хочу, ни в коем случае не хочу там, чтобы Нурдана блекла, да, здесь, под Савитой Валихан. Потому что Нурдана помогает первым руководителям, вы понимаете? То есть вот эта слабая, хрупкая девушка, которая сидит по правую сторону от меня, она работает со взрослыми мужчинами, у которых есть какие-то там свои блоки в голове, да, которые там могли бы добиться большего, а они вот остановились и нересурсные, например. А Нурдана раскрывает эти ресурсы. Расскажи, что для тебя является мотивацией? Ну, на самом деле, не знаю, насколько интересно людям знать, что конкретно меня мотивирует. Мне хотелось бы дать чуть-чуть такое, знаешь... Либо поделить советом, да. Ценностный, да, контент, который будет полезен людям. Многие думают, что мотивация, это вот она либо есть, либо ее нет, что она зависит от кого-то, от внешних каких-то факторов. На самом деле, очень важно уметь включать вот эту внутреннюю мотивацию. Это сделать очень сложно. Чему я постоянно учу и своих детей? На самом деле, куча инструментов. И когда я говорила про вот эту соединенность, да, души, разума, тела, это очень важная вещь, многие люди недооценивают это. Они ищут где-то какие-то зацепки вне. Но главное то, что внутри. Когда внутри ты найдешь вот эту самую волшебную кнопочку, которая будет помогать тебе включаться, когда тебе хочется, тогда тебе никакие внешние кнопочки не нужны будут. И как раз в работе и с первыми руководителями, и не только с первыми, вообще в принципе с людьми, мы находим у каждого эта кнопочка своя. Она индивидуальная. И человек сам через вопросы, я просто посредник, я просто как бы сопровождаю в этом деле. И через вопросы человек находит самостоятельно эту кнопочку, и потом умеет нажимать в нужный момент эту кнопку, и зажигаться какой-то идеей. У каждого кнопочка своя, как я говорю. А где эта кнопочка? У каждого кнопочка своя. Как раз через вопросы мы и приходим к этому пониманию. Но вот что очень важно, когда мы говорим о мотивации, хочется немножко задеть тему головного мозга. Но вот без этого никак. Постараюсь очень коротко и очень быстро, чтобы люди получили максимум. На самом деле, наш головной мозг, это три головных мозга. Это рептильная часть, это лимбическая система, и это неокортекс. Вот если вы... Валихан кивает, потому что он хорошо с этим знаком. Очень многие люди очень плотно сидят на своей лимбической системе. Что такое лимбическая система? Это эмоции, это мгновенное удовольствие. Это вот... Вот я сейчас поем вкусно, и мне будет классно, да? Кстати, поешь. И вот многие сидят именно на вот этих быстрых результатах. А что такое спорт? Спорт — это сначала тяжело, да? Это сначала ты обливаешься потом, а удовольствие ты получаешь уже потом. Дофамины накрывают тебя, когда ты уже заканчиваешь. Когда ты идешь, например, в саун, в ворд-классе, идешь, и ты говоришь, какой я молодец. Но не у каждого человека прокачена вот эта самая часть неокортекс. Многие, как я сказала, сидят на лимбической системе, они любят сразу получать быстрые результаты, и неокортекс у них остается такой, знаешь, деактивизированный, что ли. Не проработанный. Не проработанный. И через силу воли какое-то время нам важно питать себя той идеей, что ты получишь удовольствие вот там, после. Но это удовольствие ни с чем не сравнимо, вот с этим удовольствием, который ты сейчас суп поешь, он быстро закончится. Там более продолжительное удовольствие. Там дофамины гораздо круче, да, сильнее действуют. Там, помимо дофаминов, еще очень много гормонов включается. И вот чем чаще мы обращаемся вот к этому видению, как это будет, мы прокачиваем свой неокортекс. И тогда нам включать неокортекс в последующем будет гораздо проще и легче. Нам уже неинтересно будет включать нашу лимбическую систему, потому что там, ну, как бы, гормоны не такие сильные. И вот спортсмены, почему, да, они вот замотивированы, потому что у них очень классно прокачан неокортекс. И такие люди, они результатов достигают гораздо быстрее, гораздо лучше. Из них предприниматели вот такие получаются, потому что они включенные. Скажите спасибо, что я не пошел в бизнес. А то вот я там смотрю, сейчас журнал стоит Forbes, 50 богатейших бизнесменов. Там бы было 51. Ну, а мы продолжаем. Это деловой завтрак. Ну, и какой же завтрак без десерта? Сегодня это замечательное, вкусное, очень ароматное блюдо из творога. Вот с первого карантина начал практиковать интервальное, вот как называемые говорят, интервальное голодание. Я вот с точки зрения психологии хочу называть это интервальным питанием. Потому что голодание, да, голодание как-то... Это уже негативно. Да, как-то сразу такой стопор. Вот, и я вот практикую интервальное питание, начал 16 на 8, сейчас перешел 20 на 4. Ну, 20 на 4, это у меня, конечно, просто. Да, это называется такой, так, период война, да, диета война. Но для меня, опять же, да, с 41-летнего мальчика не очень комфортно, и мои физические кондиции, они сейчас прям супер в форме такой, лучше, чем 3 цвета. Это каждый день, да. Кстати, если кто-то хочет об этом поговорить, мы можем отдельно поговорить, но с кондачка так не принимайте решение. Потому что здесь нужен подход такой грамотный. Но я хочу поделиться ощущениями, у меня выравнился там гормональный фон, потому что у меня были сбои, потому что я готовилась к соревнованиям. Сейчас все прям ровно, очень прекрасно. Вкусовые рецепторы, вот Назыма говорила, у тебя не вырабатывается вот там желудочный сок, когда ты видишь еду. На самом деле, я очень ровно к этому начал относиться, то есть здесь уже осознанный подход, то есть у меня уже, как Нурдан говорит, должно быть все тройственно, да, и все это вкупе. У меня сейчас это все есть. На самом деле, все зависит от позиционирования, да, как ты позиционируешь вот это самое голодание, или, как классно Вальхан сказал, питание. Если ты думаешь, что, о боже, я снова буду не есть, мне будет плохо, то есть ты изначально свой мозг уже настраиваешь на то, что будет плохо, и, конечно же, ты это получишь, да, конечно же, ты это получишь. Но если ты думаешь о том, что я сейчас не ем, но зато мой организм, да, обновляется, там какие-то нехорошие клетки, которые есть, могут быть в моем теле, и сам организм их как утилизирует, да, поедает, грубо говоря. Когда ты думаешь обо всем этом, ты думаешь, что это благостно для меня, для моего тела, то тело же не дурное. Тело, оно намного умнее, чем наша голова, на самом деле, чем наша психика и ментальность. Тело включается, тело очень умное, и оно начинает тебе помогать. И когда ты понимаешь, что вот это норма, вот это питание, это для меня норма, тогда эта проблема не становится. Я вам хочу сказать, благодарю, выразить вам свою благодарность за то, что вы сегодня пришли, уделили время, позавтракали вместе со мной, самое главное, да, поделились полезной информацией, да. Наш приглашенный повар, он приготовил вкусные, полезные, здоровые завтраки на продукции компании Цептер. Вы же, как мотиваторы, поделились полезной информацией. Валихан Тен, Нурдана Кульбаева были сегодня у меня в гостях. Я вам хочу, каждому из вас, пожелать успехов, творчества, ну и, конечно же, жизненного оптимизма и вот такого замечательного настроя. Будьте примером для людей окружающих. Благодарю, что пришли. Ну, а это был деловой завтрак, где мы готовили вкусные, полезные завтраки, ну и потом в нашей уютной гостиной разговаривали с моими уважаемыми гостями. Я, Назыма Годильбек, говорю вам пока-пока, до скорой встречи. Ну, все взаимно, а то нам не дали даже попрощаться. Все взаимно, берегите себя, рада познакомиться. Взаимно. Да, все будет хорошо. Ребята, занимайтесь спортом и дружите со своим разумом и своей душой. Качайте медальные мышцы тоже. Однозначно. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»